Продолжение следует... И на ваших экранах вы видите сочинение, по-моему, так и не установлено, кто же его автор, такое очень своеобразное, не очень художественно хорошо написанное стихотворение, которое нам рассказывает о том, как был устроен в 20-е годы книжный рынок. На самом деле книжных магазинов, как мы с вами это сейчас представляем и понимаем, практически не было. В основном вся торговля велась на рынках, были зазывалы профессиональные, было много места всевозможным ухищрениям книгопродавцев, не очень честным коммерческим делам, скажем так. В общем, все было тогда. И люди того времени, мы с вами не должны питать иллюзии, что они тогда читали. Мы с вами должны понимать, первое, что в Москве и в Петербурге в основном жили самые читающие люди того времени. Когда я говорю о читающих людях того времени, я, конечно, именно рассказываю вам о дворянской среде, о чиновничьей, то есть такие образованные, просвещенные люди, самые образованные, самые просвещенные своего времени. У большинства остальных, что они читали? В основном, если мы про простой народ говорим, то это лубочные издания всевозможные, то есть это низкопробная достаточно литература, песенники, сонники, оракулы. Например, если мы говорим о девушках, дворянках того времени, они предпочитали читать сочинения романтические на языке. Это в основном, конечно, французский, немецкий. Также выходили плохенькие переводы таких же сочинений сентиментальных. В общем, было не очень много всего интересного. Но представьте себе, 1818 год, первая ласточка к тому, что грядут большие перемены в издательском рынке тогдашней России. Выходит знаменитое сочинение Николая Михайловича Карамзина «История государства российского». 1818 год. Тираж 3000 экземпляров. Я как-то вам уже говорила о том, что это очень большой тираж для того времени, и его раскупили в течение, по-моему, нескольких недель. Трех недель, если я не ошибаюсь. Вот такой был успех у этого сочинения. Многие современники писали о нем, были переиздания. Это была первая ласточка. Затем, мы должны с вами понимать, что это 20-е годы заступает на аванс сцену и Пушкин, и его лицейские друзья, Декабрист, тот же Рылеев. Вот мы видим с вами замечательно гравированный титульный лист его Дум 25-го года. Боротынский. Вот это все созвездие великолепия. Эти люди работают именно тогда. Ну, давайте к сухим цифрам. Но в нашем исполнении сухими они точно не будут, я вас уверяю. Итак, возьмем, например, 1825 год. Год восстания декабристов, середина этой десятилетки. Что мы знаем из статистики? Вышло в тот момент 583 книги. Представляете, за один год 583. И это еще очень много, потому что показатели, например, конца 18-го века, они еще скуднее. Но мы сейчас не об этом. В основном, что для нас важно, 323 из 583 книг, это были русские книги. И большинство из них были оригинальные, непереводные. Потому что предыдущие десятилетия, не одно, а множество, как вы понимаете, в основном русские книги были переводными. И читали их именно. Практически своих оригинальных сочинений не было. Но вот появляется Пушкин и другие авторы его времени. И расцветает художественная литература. Вы здесь как раз видите по тематикам, что именно на первом месте из этих 323 книг 133 – это художественная литература. Далее идет история, богословие, ну и так далее. Все на ваших экранах. И сейчас мы с вами немножко поговорим о том же, что вот представлялись собой вот эти первые бестселлеры. Как бы мы сейчас бы их назвали. Ну, опять же, мы должны с вами несколько скептически относиться к людям, читателям того времени. Они еще были не очень развиты с точки зрения художественного вкуса. Потому что, видите, вот это сочинение Фадея Венедикторовича Булгарина, такого одиозного человека того времени, врага Пушкина. Иван Выжигин, его знаменитый роман, который, говорят, первое издание, вот это 1829 году, увидевший свет, было раскуплено, как вы думаете, за сколько? За пять дней. В том же, в 1929, второе издание, и уже третье в 1830 году. В общем, на самом деле, мы здесь видим пример того, как работали рекламные схемы того времени. Потому что Булгарин был одним из создателей «Северной пчелы». И что же, это была газета того времени. И на его страницах этой газеты очень подробно рассказывалось про это будущее сочинение, какое оно замечательное, интересное, ему нужно покупать. Так и было. Ну и мы дальше с вами идем и смотрим, что же выходило тогда и пользовалось большой популярностью. Перед нами стихотворение Владимира Бенедиктова «Санкт-Петербург, 1835 год». Меня всегда очень грустно вспоминать про этого поэта, потому что так получилось, что он жил во времена еще Пушкина, он прославился очень быстро, был популярен, его цитировали, с ним хотели общаться, его приглашали в литературные гостиные того времени. И потом вдруг, все причем говорили, что это первый наш поэт, забывая Пушкина, представьте себе, были такие времена. Но потом как-то слава его быстро, резко угасла, и он доживал уже свой век в полной неизвестности. Это всегда очень грустно и печально. То есть мы с вами видим, что читали и раскупали сочинения тех авторов, которых мы сегодня с вами достаточно имеем скудное представление. И вот третьи наши бестселлеры – это «Альманахи того времени». Опять я возвращаю вас к той мысли, что это время было очень богато на имена. Пушкин, Жуковский, Рылеев и прочее, прочее, прочее. Их было достаточно много. Дельвик, Батюшков, Адоевский. В общем, эти имена можно перечислять и перечислять. Начиналось все достаточно очень печально и грустно. В 1923 году всего три «Альманаха» выходило, но уже к 1931 году, если я не ошибаюсь, их было порядка 19. Что они собой представляли? Мы должны понимать, что это были сборники, как правило, в которые входили стихи и прозаические произведения перечисленных авторов. Как правило, это были достаточно изящные, малоформатные издания. Украшались гравюрами, очень такими изящными, а порой и бывают достаточно грубые работы, о чем такой злостью писал Александр Сергеевич Пушкин. И третий характерный признак альманахов – это, вот я тоже, вы видите на своих экранах, так вот, ну, может быть, волонтаристским неким образом назвала романтические названия. Ну, сами посудите. Полярная звезда, Северные цветы, Сирис, Урания, Календарь и Мусс, Утренняя звезда, Мнемозина и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем, конечно, это для уха, так скажем, приятное чтение. И вот вы как раз видите на экране перед собой гравированные титульные листы этих замечательных сборников пушкинского времени. Надо сказать, что к началу 30-х годов их слава начинает меркнуть, и на их смену приходят такие толстые, серьезные общественно-литературные журналы. Но это уже другая история совершенно, мы с вами поговорим об этом, может быть, несколько позднее. Ну, а сейчас, конечно же, вопрос. Как вы думаете, какое сочинение единственный раз было проиллюстрировано на страницах одного из этих альманахов при жизни Александра Сергеевича Пушкина? И что вызвало его гневную отповедь? Маленькая подсказка, потому что я представляю, как вы растерялись. Он очень ругал изображение некой дамы, которая была слегка обнажена, скажем так. Ваше предположение, что это за дама была, какое сочинение, в комментариях к этому видео. Спасибо за внимание.